Мамона И освобождаешь наши руки от корзин, от цепей, наши ноги, чтобы мы могли уверенно идти вперед и знать, что небеса – это место нашего пребывания вечно. Господь, я благодарю Тебя, ибо то место, куда мы идем, мы о нем думаем, мы о нем мечтаем, мы о нем размышляем с Тобой, Господи. Слава Тебе за это. И потому благослови нас засиять на тверде небесной, как звезды, навеки и навсегда. Помоги это нам сделать силой возлюбившего нас Христа. Помоги это сделать силой Твоей любви. И сейчас мы стоим перед лицом Твоим, чтобы слушать Твое Слово. И я молюсь, Господи, чтобы это чистое серебро, семь раз переплавленное, входило в наш дух. Входило, и наша ценность личности только возрастала. От того, что умножается там Твое Слово в нас, внутри. От того, что оно туда не просто входит, оно вселяется. Потому что Ты дал нам через апостола Павла это повеление, предложение. Слово Христово довселяется в вас обильно и могущественно. И мы принимаем от Тебя это вселение. А со Словом Ты вселяешься Сам. И потому пусть оно в нас производит Твою работу, производит Твой результат. Прими благодарность за то, что мы Тебя об этом просим и получаем, просимое. И прямо сейчас мы берем Твое Слово и говорим. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю. Мое сознание готово. Мое сердце открыто. Принять непорочное, неизменное, вечно живое, семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садимся в Божьем присутствии, друзья, потому что это нас меняет навсегда. Когда мы слушаем, когда мы понимаем, о чем говорит Господь к нам сегодня. И так как в прошлый раз мы с вами говорили о том, что такое разумные, которые сияют, или сияние разумных, то сегодня я хочу с вами поговорить о пути к этому. И название проповеди «Через тернии к звездам». Потому что когда мы видим вокруг много терновника, когда мы видим много всяких препятствий, то нам кажется, что что-то не то. Не туда я пришел, не то со мной происходит, и еще какие-то не те вещи. Может быть, я что-то не то сделал, и так далее. У нас могут возникать разные вопросы в связи с тем, что мы видим вокруг. И один человек, который говорил проповедь про Иова, говорит, Иов смотрит направо, нет Бога, налево нет Бога, там читает, цитирует текст. Назад посмотрел, Бога нет, впереди тоже не видит. Он говорит, Иов, наверх посмотри. И вот нам надо иногда вот этот призыв этого проповедника взять себе на вооружение. Когда кругом терновник, посмотри наверх, ты там увидишь звезды. Даже если их не видно из-за облаков, ты точно знаешь, что они там есть. И это тоже напоминание, что тучи могут что-то перекрывать, но звезды, которые зажигает Господь, они есть в любом случае, потому что они уже им туда поставлены. Итак, друзья, мы знаем разные времена и в своей жизни, и в обществе, и в странах, и тем более сейчас, потому что те времена, которые мы называем мирными, те времена, которые мы называем благополучными, успешными, спокойными, какими, каких людей эти времена рождают? В основном слабых. В основном слабых. И очень немногие люди в это время могут себя дисциплинировать, идти к цели, достигать этой цели. И еще много тех, которые говорят, зачем тебе это надо? Посмотри, может, сейчас гораздо проще. Зачем вообще книги читать? Когда открыл Гугл, все узнал. Видите, как обнулили поиск человеческой личности? Вот эту способность преодолевать препятствия легко и быстро. Тебе сейчас все сразу найдут. Что за этим стоит? Вот за этой легкостью стоит в конечном итоге потеря очень важных состояний личности. Способность чего-то достигать, копать, находить, или делать это фундаментально в своей жизни. Потому что то, что нам легко достается, оно не откладывается глубоко в памяти. Потому что посмотрел, тут же забыл. Потом надо, еще раз найду. Но человек, который проходит и копает что-то, ищет, он это запоминает на многие годы. Это остается в его личности как его часть. Поэтому то, что мы сегодня, или до сегодняшнего момента, имели спокойные, такие, как мы назовем, благодатные времена, на самом деле их лучше назвать беспечные времена. И они рождали и рождают беспечное христианство. Они рождают такие же судьбы, такие же отношения. Что-то не сложилось, все сразу. Может быть, какие-то кардинальные решения по разводам или еще что-то люди предпринимают. Я не говорю, что все так делают. Я говорю об обществе. Я говорю о тенденциях, которые в обществе приходят, от того, что люди просто не понимают, что трудность – это что-то, с чем ты можешь не просто идти по жизни, а из-за этого меняться, преображаться, становиться другим человеком. И поэтому какие-то терновники или трудности люди не воспринимают для себя площадкой для взлета. А нам надо посмотреть, насколько я в своей жизни за прошедший год, годы, я мог видеть Божью руку на себе и с собой в моей судьбе, как что-то, поднимающее меня постоянно вверх. Когда Господь говорит, не смотри, не смотри по сторонам, не смотри назад. Если назад смотришь только для того, чтобы что-то исправить, да, но не живи, задним ходом в процветание ты не войдешь. Надо повернуться лицом к тому, что является твоей целью жизненной, и туда двигаться в его присутствии. И поэтому, когда мы видим, что происходило в разные времена с разными людьми, то во дне Иосифа тоже был фараон, и у него вроде бы была благополучная обстановка, наверное, мы многое не знаем про то время, но тогда, когда во дне Иосифа фараону приснился сон, он смог отреагировать. Он смог отреагировать на то, что Бог что-то говорит, а значит, надо принять это к сведению. Но следующий фараон, может быть, через несколько фараонов, когда был уже во дне Моисея, и Моисей пришел выводить народ, он сказал, Господа, я не знаю, и народу я не отпущу. Какие-то ситуации у этого фараона сложились такие благополучные, что ему не особенно нужен был Бог, потому что фараонов считали окружающие люди их богами, и он уже возомнил о себе, что он Бог, и вот Господь сказал Моисею, я еще фараону со своим именем Господь не открылся, а вот теперь откроюсь. И как Бог открывает свое имя Господь? Он настолько его принуждает, он говорит, моя рука принудит его отпустить народ, потому что я Господь. И вот сегодня человечество выбирает либо встать на позицию богов в своем сознании, думая, что мы можем решать судьбы людей, и решать за целые континенты, за целые народы, за целые нации, и что сегодня становится тоже достоянием информационного поля, что, кто задумал, о чем, о чем мы молились на ночной молитве. Но если люди так о себе мыслят, то я хочу сказать, Господь хочет проявить себя как Господь, как Господин ситуации. Но для этого нужны такие, как Моисей, которые пойдут и будут что-то делать и говорить, которые не будут малодушевствовать, хотя на первых этапах он малодушевствовал, и он искал все причины к тому, чтобы ему уйти из призвания и сказать, Господи, вот Аарона пошли, у меня, вроде бы все на мои вопросы ты ответил, но якосноязычные. И в этом смысле мы можем искать столько своих недостатков, и, кстати сказать, нам еще их подсказывают, чтобы мы их увидели. И первый, кто подсказывает, это как раз дьявол, потому что он все время может говорить, у тебя не получится, ты посмотри на себя, посмотри, ты что, на самом деле решил идти? То скажи, на самом деле решил ли ты идти? Скажи, исходя из того, с кем ты в заветных отношениях. И когда ты начинаешь эти вещи уже понимать, серьезно понимать, Бог меня пригласил на эту высокую цель, а значит, мы с Ним ее покорим, мы с Ним ее возьмем. Итак, друзья, историческая закономерность, я недавно ее услышала, я хочу ее сейчас тоже озвучить, она мне показалась интересной, потому что если мирные времена накапливают обстоятельства для военных действий, а ведь именно так, потому что время беспечия, время равнодушия, время каких-то коварных замыслов, которые люди начинают искать все лучше и больше себе, каких-то позиций, где-то увлечений, где-то радости какой-то такой наигранной, потому что веселье всех устраивает. И если кто из вас бывал на каких-то курортах, то вы понимаете, что там уже аниматоры из кожи готовы лезть, чтобы вот тех, которые уже наелись и заелись и заспались, а теперь еще и как-то развеселить. И вот если вот этот курорт перенести на общее пространство мира, то мы видим, что народ просто заелся. Я сейчас говорю, может быть, опять же не о всех, но по крайней мере уже то, что мы имеем сейчас, это гораздо больше, чем имели раньше. Но стало ли это более сильной платформой для того, чтобы служить Богу в большей ответственности, в большей ревности? Как правило, наоборот. Те, кто смогли это преодолеть, слава Богу, это период ладикийской церкви, когда побеждаешь теплость, когда выходишь, невзирая на то, что ты думаешь, что ты богат, либо на самом деле богат Богом, и все остальное только средство для того, чтобы служить этому Богу. И вот посмотрите, когда мы видим времена такие благополучные, то есть всегда ориентир на то, что где-то далеко, вот там-то жизнь точно лучше. Когда так жили в XVIII веке? И переход на XIX век, когда смотрели все время на Францию. И что там видели? Язык взяли оттуда. Все аристократы, все царские особы говорили на французском. И если почитать Льва Толстого, то там очень много, прямо на французском, целые страницы написаны. Но что после этого пришло? Наполеон из Франции. Потому что Бог разбирается с идолами. Но люди в мирное время это не знают и не замечают, а накапливают какой-то вес для того, чтобы это произошло. И вот эта беспечность, она приводит к подобным вещам. Но после Наполеона как-то немножечко охладели к Франции и повернулись к немецкой философии. Оттуда еще пригласили Маркса, который имеет очень странную биографию. Кто из вас его читал когда-либо? Я имею в виду биографию, не Маркса, а биографию, кто читал. Вообще очень странные вещи. Не просто так Слово Божье нам говорит, чтобы наставников, надо узнавать по кончине жизни. Не буду говорить его исторические вещи, если захотите, прочитайте. Но это на самом деле храни Господь от таких идеологов. И однако туда повернулись тоже, взяли эту идеологию, еще повесили как икону во всех кабинетах. Три иконы, прообраз Троицы. И поклонялись. И в результате из Германии пришла природа фашизма. Гитлер. Опять мы видим, что это что-то породило. Но в сознаниях людей опять эта стуковка-то не всегда приходит. Кажется, что это какая-то случайность. А что мы сегодня видим, друзья? Все, что за океаном, хорошо. Это и образ музыки, и образ одежды, и образ каких-то странных совершенно вещей. И сегодня мы имеем то, что мы имеем, тоже как результат. Немножко говорю, так скажем, неоткрытым текстом. Я думаю, все люди разумны и понимаете, о чем речь. Итак, мирное время накапливает базу для военных действий. И как нам жить в мирное время, чтобы нам аннулировать эти вещи? И нам, как церкви, которой надо пройти через тернии к звездам и стать этими звездами на небосклоне, то нам необходимо понимать, как мы живем в мирное время. И сегодня, когда люди начинают активно все молиться, и действительно собирается множество людей и молятся активно за ситуацию, друзья, но это уже плод. Молиться-то надо за то накопление, которое было в мирное время. Вот туда надо повернуться и сказать, Господи, какие терны мы не убрали своим покаянием. Прости за идолопоклонство, которое формировалось в сознаниях и сердцах людей, а мы мимо проходили и не слышали риторику того или иного государства, не слышали того, что люди поднимают на знамя, чтобы прославлять, не слышали и не видели и не считали это важным. А Господь говорит, а я ревнитель. Я ревнитель. И славы моей я никому не отдам. Не потому, что он такой жадный по славе, а потому, что он эту славу не хочет опорочить никакими идолами. И говорит, вот те, которые меня прославляют, я их введу в мою славу. Да, они войдут в мою славу. Но то, что сегодня предлагает этот мир, это чуждые вещи. Это мерзкие в его глазах вещи. И поэтому то, что мы с вами можем читать, как Бог на эти моменты реагирует, на пути судов Твоих, это Исаия 26 глава, Господи, мы уповали на Тебя, на пути судов Твоих, к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Оказывается, суды начинают направлять фокус. Куда смотреть? И в момент судов тогда к имени Твоему и к воспоминанию, то есть что-то забытое, что-то забытое, воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к Тебе ночью, и Духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей, «С раннего утра, ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Давайте вместе скажем эту строчку. «Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». А научаются – это значит разучились жить в правде. Это значит, ложь стала образом мышления, образом жизни и образом отношений. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Вы знаете, на этой неделе я услышал одно слово, в пятницу буквально, которое, не употребляю в своем лексиконе, во-первых, потому что оно не русское, может быть, не во-первых, но просто потому что и не связано, может быть, с этой сферой, но вдруг оно четко прозвучало, и причем по отношению к церкви, как к церкви, а потом к обществу. И это слово, может быть, не все даже его понимают значение – ребрединг. Вы знаете, когда ты его не произносишь, оно в тебе звучит, то ты думаешь, вообще что это, к чему это? Кто в зале понимает, что значит это слово? Ну, совсем немного, поэтому придется пояснить. Это значит изменение имиджа, то есть поменять какой-то бренд. Если это какая-то компания, то и надо изменить свой бренд, свой логотип, свои какие-то, может быть, управленческие позиции, повлиять на рекламу по-другому и так далее. И вот когда прозвучало это слово в адрес церкви, то, знаете, я задумывалась вообще, как церковь выглядит в глазах общества сегодня. Вот как церковь сегодня воспринимается этим миром. Ведь это же представить церковь по-новому, то, что предлагает Господь. Не потому, что нам надо как-то логотипчик изменить свой, лично церковный, да? А потому, что надо церкви посмотреть, вообще-то, как меня видят. И в этом смысле я почувствовал, что это вызов определенный. И об этом мы, может быть, побольше поговорим в следующий раз, потому что у нас будет, кстати, семь лет церкви в том виде, в каком мы имеем в следующий раз. Поэтому нам стоит поговорить о ребрединге, да, тогда, более подробно. Но сейчас я хочу сказать о том, что у нас есть огромная необходимость посмотреть, что церковь сегодня воспринимается как что-то такое, что, ну да, если надо, когда уж совсем плохо, то мы обратимся к церкви. Но она не воспринимается как что-то чудеснейшее, как сотворенное Богом и у которой есть все ответы на все вопросы общества. не только сама церковь, тот, кто глава церкви, вот у него все ответы. Но что-то произошло между главой и телом. И вот это что-то, оно привело в парализацию тела, которое стало просто организацией. И потому Господь сегодня позволяет всему потрястись, но чтобы люди захотели с главой иметь самые живые отношения. И то, как было в одни первой церкви, как к ней относились. И то, как было, пока еще церкви не было, но представители Божьего народа, такие, как Иосиф, которому обратился фараон за помощью, это же говорит о том, что почтил Бога в Иосифе. И вот сегодня нам важно просмотреть, до какой степени мы, как церковь, сегодня востребованы в обществе. До какой степени у нас есть ответы на те вопросы, которые есть в обществе. И вы знаете, один человек, пророк, дал такое предложение, Бог мне сейчас буквально напоминает. Говорит, если вы хотите изменить общество и изменить правление, которое есть, политика, которое есть, правительство, которое есть, получайте слово от Бога для правительства. Но получайте его не так, как из СМИ, что услышали, то получили. А получайте его и записывайте. Например, пишем Владимиру Владимировичу Путину слово от Господа. Пишем. Это не значит, что ты завтра передашь его туда, а ты просто пиши. И он говорит, я уверен, и я вижу, говорит, на практике, что многие люди, которые писали такие послания от Бога правителям, они оказывались перед правителями. И у них предоставлялась возможность им это передать. Поэтому я хочу благословить церковь, встать в эту позицию, получать слово для правительства. Потому что сегодня, когда ищется национальная идея, очень важно понять, что она только в Боге есть для нас. И у Бога есть предназначение для каждого народа, для каждой страны, для каждого сезона. И поэтому, когда мы с вами что-то начинаем получать, не потому, что люди сказали, я повторил, а потому, что у Бога есть, что сказать царям. У Него есть точно. И Он знает, как это доносить. И поэтому получать вот это послание важно сегодня для того, чтобы церковь молилась о правильных вещах. Для того, чтобы церковь не сваливалась ни на какую обочину, потому что мы сегодня, знаете, как флюгер, куда подуло, туда о том стали молиться. А Господь-то делает заблаговременно, когда еще не дует, а молиться надо. И вот это как раз и есть позиция церкви, которая уже начинает видеть. Терни все видят, а я вижу звезды, потому что Господь мне показывает, ты сейчас идешь по этим ступенькам, я дал тебе обувь, и ты пройдешь, терни тебя не поранят, но тебе важно понимать, о чем и как молиться, и о чем ходатайствовать в правильное время и в нужный момент. Если мы посмотрим, что происходило с Адамом и Евой. Посмотрите, Адам и Ева, которые были уже звездами, но упали в терни. Буквально, когда они выходили из Едема, Господь сказал им эти слова, что земля в волчстве и терни произрастит тебе. А до этого все было благоухающим. И в чем огромная разница того, что было тогда? Тогда при благоприятнейших условиях, при тепличных условиях, в прямом смысле, тепличные условия, они не смогли сохранить верность. А сегодня при тернах надо прийти к звездам. Сегодня невеста Христа из этой вот обстановки выходить может на звезды, на позицию, и, кстати сказать, сделать созвездие со Христом. Потому что первая звезда на небосклоне после, для Нового Завета взошла со Христом, с Его рождением. И все волхвы это смогли увидеть. И мы знаем про эту звезду. Но ей нельзя оставаться в одиночестве, потому что есть сегодня созвездие, которое хочет Иисус поднять туда же, на это самое место, где Сам находится. И те одежды, которые когда-то были на первых людях. Посмотрите, ребрейдинг опять, если это переодевание. Переосмысление чего-то. Переодеться в новые краски, переодеться в новые одежды. То посмотрим, что было с теми, которые были в славе Божьей. Это было от начала. Божья природа, на них слава Божья сияла. В конечном итоге сменили на листья смокованные, потом сменили, Бог сменил на кожаные одежды, а вот теперь надо одеться опять в славу Его. Знаете, что интересно? Что одеться в славу, это не прикоснуться в славе, а это ходить в славе. Когда мы одели одежду, она же ходит с нами, правда? Мы же не вышли из гардероба, и вся одежда там осталась. На нас есть одежда, которую мы одели, и мы в ней ходим. И поэтому Господь говорит, я хочу тебя одеть опять в мою славу, и ты будешь ходить во мне. Ты будешь эту славу распространять. И для этого очень важно вернуться к этой славе Божьей как к явлению, как к одежде, и об этом, естественно, ревновать. И так как одежда – это следствие преображенного или трансформированного разума. Потому что тогда, когда мы видим себя никчемными, когда мы видим себя слабыми, когда мы видим себя маргинальными, как церковь, которую сдвинули и сказали, нет, мы отделяем ее от государства, и она теперь будет отдельной. Я не говорю о том, что церкви надо быть над государственными структурами и управлять всем в стране. Надо быть над государственными структурами в духовном плане. То есть вот это нам важно занять как позицию, а не просто, так скажем, войти туда и стать одним из них. И поэтому у каждого есть свое призвание, каждому надо понимать, где Бог, кого из нас видит. Но когда Господь сказал, вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. И вот как только церковь получает эту силу славы Божьей, что мы видим? И придут народы к свету Твоему. Посмотрите, как легко евангелизация тогда осуществляется. До тех пор, пока сам во тьме ходит человек, идет евангелизировать, ничего не получается, либо очень мало. Но когда слава Господня сходит, тогда мы видим, и придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Тогда, когда фараон оказался в задумчивости, и на выхода Носар, в том числе, когда сон увидел, никто не может ответить. И нужен кто-то, кто знает славу Божью. Там Даниил оказался, а тут Иосиф. И посмотрите, как Иосиф тоже с одеждой-то связано. А что в его жизни с одеждой связано? Взял ему отец Иаков, сшил унивительную одежду, и что случилось после этого? Давайте прочитаем. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. А вы знаете, что мы дети старости, если мы так можно сказать, Божьи? Дети старости земли, кстати. Интересно, когда Бог к Ездре обращался, как к пророку, и говорит, сходи у земли, спроси, она когда была молодая, она каких сыновей и дочерей рождала? Это же были мощные, большие, высокие. А теперь, говорит, что-то слабенькие. И, говорит, чем старее земля будет, тем будут люди меньше. И поэтому нам не с чем сравнить. Мы как-то вот не знаем, какие были люди, там, Адам, какого был роста, и когда Ной был, какого он был роста. Нам сейчас это не увидеть. Но точно Бог не ошибается. И он сказал, Ездра, ты спроси у земли, она тебе скажет, что ей сейчас трудно рождать, она постарела. И вот мы дети старости земли. И Иосиф был любим Иаковом, потому что он был детем старости. Я верю, что к нам есть особое благоволение у Бога, потому что мы живем на финише человечества. И сделал ему разноцветные одежды. С одной стороны, отец хотел почтить и выразить свою любовь такую к сыну. А в результате что получилось? И увидели братья его, что отец их любит его, более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Вот и пожалуйста. А мы сегодня понимаем, что нам дана праведность, потому что жена приготовила себя, и дано ей было облечься весом чистый и светлый, который есть праведность святых. То есть нас Господь для себя отделил и одел в светлые одежды, которые начинают в этом мире сразу быть видимыми. И как только они видимо в духовном мире, человек говорит, а что такое, что со мной стало происходить? Кто-то меня постоянно там замечает, либо ко мне как-то несправедливо относятся там или там. И мы не понимаем, что это из-за одежды, которую мы получили. Это не потому, что ты хороший или плохой. Из-за одежды, потому что тебя в духовном мире узнают. Иосифа в духовном мире узнавали, даже в физическом узнавали. И это что-то ему стоило. В результате, когда одежда осталась в руках госпожи, и обратила взор на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я с её великое зло и согрешу перед Богом? Когда так она ежедневно, говорил Иосифу. А он не слушался её, чтобы спать с ней и быть с нею. Случилось в один день, что он вошёл в дом делать дело своё, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках, её побежал и выбежал вон. Посмотрите, как-то в Библии много одежде уделяется время или места. И, соответственно, тут он был вынужден что-то оставить, чтобы ему сохранить чистоту в глазах Божьих. И вот эта чистота, которая вроде бы как, не вроде бы, а была проявлена, по факту оказалась для него западнёй. Как бы. Внешне это выглядело терновником. Терновник пришёл в жизни Иосифа. Как теперь, Господи, я же Твою чистоту сохранял. И сегодня многие люди могут говорить, посмотри, Господь, какой весь этот мир, я-то себя храню. Кто-то уже давно махнул рукой и давно себя не хранит. А Господь говорит, а я тебе даю выбор. Если ты хочешь всю жизнь свою иметь благословенной, сохрани себя в юности. Сохрани. Не пойди на поводу того, что предлагает этот мир. Сохрани, потому что я таким образом защищу Твоё внутреннее наследство, Твою чистоту я облагодетельствую, как это было в жизни Иосифа. Сам фараон дал ему потом жену из знакового для него человека. Итак, когда позвал фараон Иосифа, и послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою и пришёл к фараону. Вот здесь почему-то не написано, что ему дали одежду. Хотя, скорее всего, дали, потому что что у него там было в тюрьме? Скорее всего, дали. Но, однако, он сам здесь уже переоделся. Когда-то он оставил одежду, а теперь ему дают нового качества и уровня, или как минимум ступеньку новую для этой одежды. И когда он встаёт перед фараоном, и когда он начинает говорить, и послал, и позвал Иосифа, фараон, и поспешно вывели из темницы, и он остригся, и переменил одежду свою, пришёл к фараону, фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря, «Это не моё. Бог даст ответ во благо фараону». И вот это слово, которое переведено у нас здесь целым предложением, на иврите написано «беледай». Всё, что дал мне Бог, оно не моё, оно от Него. И поэтому, чем я обладаю, это Его. Это что-то произошло в Его сердце, в Его мышлении, в Его сознании за период, пока Он проходил через тернии. Тринадцать лет этой школы, но так глубоко проникло в Его сердце понимание, «Всё, что я имею, оно не от меня, оно Божье». И когда Он начинает толковать сны, мы знаем, чем это закончилось. И причём, как Он толкует? Фараон, тебе надо найти человека, человека, который был бы разумный в твоём народе, который смог бы сейчас собрать эти урожаи за семь лет, которые будут. А фараон смотрит на Него и говорит, «А разве мы найдём более мудрого, чем Он в нашем царстве? Вот Он и будет». Посмотрите, когда мы проходим через тернии достойно и Бога не оскорбляем своими сомнениями, какими-то негативными словами, а доверяем Ему, Он говорит, тернии закончатся, а звёзды начнутся. Если люди сами себя звёздами делают, что после этого начинается? Звездопад. И мы тоже это видим. Вокруг нас много таких звездопадов, которые когда-то были хорошо известны, сейчас вообще на задворках общества. Но Господь говорит, «Я хочу звёзды навеки и навсегда поставить». Он говорит, «Мои звёзды не попадают». Вот те, кого я туда поставлю, это навеки и навсегда. Но путь к звезде, путь будет через терния. Ты что-то будешь проходить, ты что-то будешь не понимать, что с тобой происходит. И вы знаете, слышала одну историю про Фиджи. Это особое место под Австралией, по-моему, где-то там эти острова Фиджи. Но там была очень сильная засуха. Народ поклонялся идолам там в полном объёме. Они чтили богов, они приносили жертвы человеческие. То есть это вот в наше время, в современность, но это какой-то там жуткий такой исторический пласт у них до сих пор был сохранён. И в связи с тем, что они это делали вот этим мирным как бы временем, они привели себя к тому, что Господь закрыл небо для них. Рыба, с которой они жили в океанах, она вся уплыла от них. И вот представьте, если они только рыбой в основном жили на этих островах, и вдруг рыба ушла. А все деревья, которые были плодоносными, все засохли, воды нет, поливать нечем, засуха. И многие поуезжали с этих островов, но группа людей, они сказали, если мы здесь живём, то Господь даст нам понимание, что делать. И они назначили пост. Ну, в принципе, есть-то ничего, особо не было. Но они взяли голод, назвали постом и стали молиться. И 21 день, они и дети их молились, и вдруг на 21 день они почувствовали это влечение идти к океану. И они все туда пришли и молятся, и вдруг видят такую необычную картину. Потому что, вы знаете, люди, которые никогда не молились, вдруг стали искать Бога, и Он вышел им навстречу. И они увидели, прямо на океане опустился огненный столб. И этот столб около получаса стоял над океаном. Потом они увидели, как закипела вода в океане. Они поняли, что это от огня. Но когда первые дети бросились к этой воде, потому что это было необычно, и они когда побежали к этой воде, они видят, что океан кипит от количества рыбы, которая приплыла к берегу. Все кишило рыбой. Пошел дождь. Быстро очень расцвели и пальмы, и те деревья, которые засыхали. И это стало процветающим местом. И когда оно стало процветать, приехали люди и стали спрашивать, а как у вас это получилось? Вы знаете, свет привлекает. Он начинает привлекать множество людей. И они говорят, да мы просто постились. И они говорят, подождите, пост это значит ничего не есть. А как это у вас теперь все есть? И вот для людей логика этого мира, она по-другому формируется. И поэтому, когда мы с вами оказываемся вот в этих местах, и вы знаете, один неверующий человек оказался на Фидже на отдыхе, и у него ребенок двухлетний упал с шестиметровой высоты из балкона. И практически он его увидел уже почти мертвым. И когда он туда подбежал, а люди, которые там работают, они-то как раз Бога знают, потому что за это время Фиджи ожила. И они ему говорят, давайте мы помолимся за нее. Он смотрел на них, ему казалось, это странно, как молиться, надо врача, а врача во всей круге нет. Там такое место, что не было, одна медсестра, и то 20 минут ей ехать надо было на весь этот остров. Ну, по крайней мере, в их регионе. И поэтому он понимал, что здесь нужно сверхъестественное чудо. И когда они молились, у этой девочки все восстановилось на глазах. Друзья, свет привлечет множество людей. Этот человек написал потом эту историю как рассказ и сказал, да, когда я пытался что-то сказать, а мне люди говорили, у тебя чудо на твоих глазах. Ребенок – это чудо. Бог совершил чудо. И для него теперь вопрос наличия Бога отсутствует. Он точно знает, что Бог есть. Поэтому чудеса – это не шоу, а это Божьи возможности, которые сокрыты в церкви, которая знает, как проходить тернии, которая высвобождает и в мирное время потом стабильность своих отношений и не засыпает в полудреме, служа Богу или выполняя какие-то функции на работе. И вы знаете, иногда бывает какое-то простейшее действие, но оно может так помочь человеку и так его вдохновить, как одна учительница дала задание детям из неблагополучных семей в день благодарения нарисуйте какие-то картины, за которые бы вы благодарили, могли бы поблагодарить человека, может быть, и говорила ли она о Боге, не знаю, но просто поблагодарить. Один мальчик нарисовал руку. И когда стали смотреть на эту картину, то окружающие, там дети говорят, а что это за рука? Чья это рука? Он сидит, молчит. И кто-то говорит, это рука, наверное, сеятеля, мы же хлеб едим. Кто-то стал догадываться, а может, это Божья рука? И когда учительница подошла к нему и спросила, а чью руку ты нарисовал? А он ей говорит, вашу. И вдруг она вспоминает, когда он стоял в одиночестве где-то, и все дети там над ним смеялись, она подходила, брала его за руку и шла куда-то и с ним общалась. Она ему давала защищенность почувствовать. Она ему давала почувствовать нужность. И он выразил так благодарность своего сердца, нарисовав ее руку, что мне твоя рука была очень важна. И вы знаете, мы имеем руки, и мы поем даже, Господи, я твои руки, я твои ноги, а куда они направлены сегодня? И когда мы можем просто кому-то ее протянуть в самый такой ответственный момент, не спрятаться, не уйти, не уйти в какую-то ракушку, а наоборот сказать, вот моя рука, то люди в нужный момент об этом не просто вспомнят, а это их побудет пройти тернии достойным образом, а значит выйти на те высоты, на которых они еще не были. И 104-й Псалом говорится, это идет речь опять об Иосифе, вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещало Аврааму и клятву свою Исааку и поставил Туякову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего. Кто из вас помнит, когда мы начинали, стартовали с церковью, мы говорили, наследство наше, которое дал Бог нам в Новом Завете, мы хотим это востребовать, мы хотим это взять. И Бог через все века это делал и показывал, как Он дает наследство, и переходили они от народа к народу, из царства к иному племени. И когда пропустил один стих, когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. И вдруг призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. И вот мы сегодня видим какие-то события, которые могут предшествовать подобному состоянию на земле. И кто-то позволяет этому быть. То есть в данном случае мы видим, Бог призвал голод, дал фараону об этом знать, Иосифа уже подготовил к этому моменту. Посмотрите его логистика, его стратегия. У него все к моменту вырастает, все стыкуется, все координируется. И вот в этот момент послал перед ними человека. А раз послал, то он, наверное, сразу бы поставил на место к фараону поближе. В рабы продан был Иосиф. Господи, ну как же ты послал то человека? В рабы-то зачем? А что-то полегче можно? Он говорит, я твои разноцветные одежды поменяю на одежды царя. И для этого нужно пройти через разные обстоятельства. Чтобы править в земле благословенно и быть влиянием для многих людей позитивным, для этого надо все сферы общества знать. В данном случае Иосиф и прошел через все сферы общества. И рабом побыл, и узником побыл. А вот теперь пришел царем. Стал на эту позицию. Но не сразу. Стал рабом и потому стеснили оковами ноги его. В железо вошла душа его. Можем ли мы сказать, что это терновник? Конечно. Конечно. В железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Я не знаю, друзья, сколько экзаменов каждый из вас сдавал по жизни. Мне приходилось их сдавать очень много. Но я сейчас говорю об экзаменах учебных пока что. И когда эти экзамены надо было сдавать, я по-разному к ним могла относиться, в разные периоды своего возраста, в разные периоды отношений. Но каждый раз я нуждалась в Боге. Каждый раз. Я думаю, что те, которые уже христианами сдавали экзамены, вы можете сказать, как вы это делали. Конечно, нуждались в Боге. Потому что ты идешь, и ты не знаешь, какой будет преподаватель, что там будет. В первый год, когда я училась в институте, один преподаватель сказал, на моем экзамене половина будет завалов, я вам обещаю. Он не сказал, сколько надо учить и что учить, он просто сказал, будут завалы и все. 50% это минимум. А никаких лекций полноценных нам не давал. Просто сказал, учебник, который написал, еще не вышел, а другие учебники я не признаю. Поэтому все, что вы будете сдавать, я уже наперед хочу вам сказать, я это не приму. И вот, когда на такой экзамен идешь, как вы думаете, будешь молиться? Я говорю, Господь, ты слышал все, что он сказал? И что мне делать? Как мне готовиться? Но так как у меня была еще до этого профессиональная тоже подготовка в другом учреждении, то я взяла те материалы, посмотрела. Я говорю, я сделала, что я смогла. Дальше я ложусь отдыхать. Но дай мне слово, с которым я завтра пойду на экзамен. И я получила слово из 35-го псалма. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали, делающие беззаконие, а я встану и пройду прямо. И вот с этим словом я легла спать. На утро я прихожу на экзамен совершенно с хорошим настроением. Я понимаю, Господь мне дал слово. Друзья, вот знаете, как важно получать слово. И когда я пришла, сажусь на экзамен, он мне дает сам вопросы, не дал билеты вытаскивать, даю, записываю вопросы, смотрю два одинаковых вопроса практически. Я говорю, а почему вы мне два одинаковых даете? А он говорит, будешь заваливаться, другой дам. Сейчас готовься, что дал. Я сижу, пишу, уже все написала, он сидит, размышляет. Это было начало января месяца. Он говорит, скоро Рождество. Я так на него смотрю, говорю, вообще-то оно уже прошло. Но я еще не отвечаю ему, это просто у нас диалог такой, знаете, за партой. А он говорит, что бы ты знала про Рождество? Я говорю, а вдруг знаю? Ну и когда села отвечать, меня стал про Рождество спрашивать, почему оно прошло? И мы с ним очень мило побеседовали, я объяснила, что рождение Иисуса Христа и обрезание – это разные праздники. И если Рождество 25-го, то обрезание будет уже тогда на Новый год. А если мы празднуем 7-го, то, значит, обрезание у нас Новый год будет 13-го. Почему же у нас все перемешано-то? Тогда нам надо как-то… Я не к тому, что именно 25-го родился Христос, его дата вообще в другое время. Но все равно, я просто как бы… Диалог наш сложился вот таким. Он мне стал еще какие-то совершенно противоположные вопросы задавать, не по теме. А потом так радостно мне ставят оценку, все, я выхожу. Я говорю, слушайте, такое настроение у него хорошее, по всей вероятности, все сейчас будет нормально. Я там обнадежила девочек. Но после меня пять завалов сразу. И вот Господь показал, там пали делающие беззаконие. И вы знаете, я не к тому, чтобы люди не сдавали экзамены. Я очень хотела и помогала многим. И мне говорили, слушай, а как же ты сдаешь экзамен-то? Чего же у тебя всегда пятерки-то? Я говорю, ну вообще-то я не одна туда хожу. Да с кем? С подсказчиком, да? И вот Коля уже пошли в эту тему студенчества. Почему я о ней сейчас говорю? Потому что мне вчера Господь напомнил все экзамены, которые я сдавала. И он говорит, вот так по жизни надо сдавать экзамены. И без меня вы их не сдадите. И если я очень часто сдавала досрочно, то это тоже нормальное явление для меня было. Потому что у меня много было забот всяких. Мы с молодежью работали. И мне сидеть в сессию очень было непросто. Я сдавала заранее. И вот одна мне сотрудница говорит, помолись за меня, мне надо экзамен сдать, не могу. Я говорю, не буду за тебя молиться. Она говорит, в смысле? Я говорю, хочу, чтобы ты сама помолилась. Я тебя научу. Она говорит, я не умею. Я говорю, научишься. Если хочешь сдать экзамен, научишься. Но я ей сказала, как молиться. Естественно, я за нее молилась после того, когда я ее научила. И на следующий день она приходит с удивительными глазами, такими открытыми. Говорит, я теперь знаю, как ты экзамены сдаешь. Я говорю, в смысле, расскажи, что было. Я, говорит, сижу, не знаю ответа. Написала просто тему вопроса, который мне сказали. Сижу на пустой листочек, смотрю. И он смотрит на меня, говорит, вы готовы? Я говорю, да нет пока. Ну дайте листочек. Смотрит на мой листочек довольно долго, что-то там смотрит, смотрит. Потом говорит, вам четверки хватит? Она говорит, да троечки хватит. Зачем же, у вас на четверку написано? Она говорит, я знаю, как ты экзамены сдаешь. В моей жизни не было таких экзаменов. Но чудеса Бог давал очень часто. И поэтому, слава Богу, друзья, что экзамены, это как раз пройти через терния. Это достойно пройти с поднятой головой, с упованием на Бога. И сказать, Господи, мне надо сдать экзамен жизни. Я не хочу ходить по кругу. Там, где многие люди остались с сорокалетиями, ходили десятилетиями, я хочу идти прямо. Я хочу много чего достичь. Мне есть что принять из твоих рук как возможность. Поэтому я не хочу потерять свое наследство. И он говорит, вот тогда в оковы войдет душа. Да, оковами могут ноги быть скованы. Но чтобы дух твой остался свободен на связи со мной. И ты пройдешь эти темницы. Ты пройдешь эти обстоятельства. И двери не просто распахнутся, а все начнут служить. Иосиф, тебя фараон зовет? Что-то случилось? Иосифа дают переодеться, дают ему помыться, привести себя в порядок. И вот он перед фараоном. А фараон, глядя на него, говорит, нет такого разумного, как ты во всем моем государстве. Друзья, я желаю, чтобы церковь получила ребрединг. Вот так переоделась. Чтобы люди, которые начинают с ней соприкасаться, скажут, это точно Бог. Это точно Господь. Это Его слава. Потому что по-человечески это невозможно. И поэтому, если тернии ты или я проходим, то на самом деле это только для того, чтобы нам засиять, как звезды. Это пути к сиянию. Не просто знать, что звезды какие-то на небосклоне уже сияют, а мне там оказаться навечно, навсегда. Да поможет нам в этом Господь. Давайте поднимемся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты хочешь, чтобы каждый из нас не оставался на том месте, где мы рождены были. Но чтобы мы двигались вперед и знали, что все униженное будет возвышенное. Я благодарю Тебя, Господи, что мы можем похвалиться своим унижением. Мы можем похвалиться своей, Господь, позицией, которые когда-то пренебрегали, потому что время возвышения наступило. И церкви Твоей надо подняться сейчас в полный рост, одеться в Твои торжественные одежды и не испугаться того, что называется божественной возможностью для нас в этом сезоне. Я благодарю Тебя, Господи, что, вспоминая о Твоих чудесах, вспоминая о том, как Ты вел по жизни и сколько экзаменов за жизнь Ты давал сдавать. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты давал благорасположение, за то, что Ты давал память, за то, что Ты давал усердию быть, за то, что Ты покрывал там, где не хватало усердия. Я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя, потому что то, что делаешь Ты с нами сегодня, это новые экзамены, которые надо сдавать. И пусть они будут сданы на 100%, на отличном. Помоги нам, Господи, сдать Твои экзамены, чтобы нам действительно истерней воссиять на небосклоне звездами. И я благословляю каждого человека познавать, что есть Твоя воля и благая, и угодная, и совершенная. Преображенный разум. Как это важно сегодня нам иметь. Преображенный разум. Боже, мы сегодня не успели об этом говорить, но я верю, что Ты поможешь нам продвигаться вперед с учетом того, что разум наш освящается из небесных источников. Поэтому принимаю сейчас освящение и на себя, и на народ Твой, потому что нам важно не остаться двоечниками, не остаться на второй год, не проходить десятилетиями одну и ту же дорогу. Господи, благослови нас, забывая заднее простираться вперед. Простираться так, чтобы стремиться к цели, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. У Тебя есть разные звания, но я прошу Тебя о Вышнем звании. Если это возможно, то значит, я прошу Тебя об этом. Если Павел об этом сказал, то каждому человеку есть возможность соединить себя с этой высокой целью и переодеться. Принять от Тебя новый образ видения, мышления, освященный разум и освященную жизнь. Я прошу Тебя, дай церкви Твоей, находясь на престоле, видеть картину так, как видишь ее Ты, чтобы нам знать, о чем и как молиться, не постфактум, не тогда, когда что-то произошло, а когда еще надвигается что-то. Молиться вовремя, останавливать шторма, останавливать бури, повелевать повернуть назад любому ветру, который пытается разрушить то, над чем Ты давал трудиться и созидать. Поэтому, Господи, я молюсь, чтобы церковь Твоя вошла в Твою власть, чтобы она не просто знала, что Иисус на троне, но чтобы церковь вошла во власть духовную и влиятельную. И я молюсь, Боже, чтобы то, что Ты давал нам делать на ночной молитве, какой пророческий акт, то, что Ты дал сжечь эти предприятия дьявола. Я благодарю Тебя, что сейчас я это утверждаю, как власть, имеющая церковь, как народ Твой. И говорю, то, что мы сказали, и то, что мы осуществили, сделай это видимым и реальным для этого города и страны, в которой мы живем, для той земли, на которой Ты нас поселил. Потому что, Боже, мы не хотим просто догонять обстоятельства, мы хотим быть в центре Твоей воли и оттуда их творить. Поэтому, Господи, мы просто повелеваем этой бури умолкнуть. Если наш суд Ты осуществляешь, то пришло время объявить суд над Вавилоном. Господь, я верю, что то слово, которое давно уже лежит, чтобы объявить суд над Вавилоном, пришло время это сделать, и Ты дашь мне, Господь, и в этом точное попадание, чтобы осуществить то, что является Твоим планом, и чтобы вся эта система, она сгорела и была разрушена, как истукан, и не осталось от него следа. О, слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе, ибо то, что хотел Вавилон, сжечь не получилось. Теперь сгорит сам. Слава Тебе за тех сыновей Твоих, друзей Даниила, которые прошли через печь. И это наше достояние, это наше наследство. Как церкви, как народа Твоего. И мы принимаем это наследство в свою жизнь, чтобы с этой платформы уничтожить дела Вавилона в этой земле и в нашей стране. Я благодарю Тебя, Господи, что та церковь, в которой надо одеться в Твоей одежде, одежды праведности, одежды святости, одежды разноцветные, Господи, но разноцветные семи цветов, чтобы ни один цвет не был украден. Поэтому во имя Иисуса Христа для Твоего народа мы берем семь цветов и их оттенки. Потому что там не просто есть переход одного цвета к другому, там есть оттенки. И мы все это принимаем в заветных отношениях. И мы говорим, Господи, какую бы зависть это ни вызывало у дьявола, а Ты уже дал нам пятикратную долю. Слава Тебе! Слава Тебе, родной! Мы принимаем то, что является Божьим даром для каждого из нас. Мы принимаем эту победу, мы принимаем результаты, и мы принимаем дорогу, проложенную из терней к звездам. И поэтому, если оковами чья-то душа сейчас окована, то не всегда так будет. Я благословляю выходом на свободу, и я благословляю надеждой, которая есть во Христе Иисусе для нас. И потому надежда, которая не постыжает, да придет сейчас как образ мышления для Твоей Церкви, для Твоего народа. И все потерянное, оно возвращается старицей. Во имя Иисуса Христа. Все, что дьявол украл, мы объявляем возвращенным, возвращенным. Дьявол, отдай назад все, что украл ты когда-то в наших судьбах. Отдай назад все, потерянные когда-то духовные, душевные, или физические отношения, или имущество. Все возвращаем назад. Потому что воздаяние Господа пред Его лицом. И мы это принимаем как Божьи подарки. Мы принимаем как Божьи сюрпризы. И я благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя, что всякое оружие, которое было направлено на нас, оно теперь работает против врага. Оно работает, потому что мы не приняли эти стрелы, потому что мы приняли Твое все оружие, и мы приняли Твою защиту в праведности Иисуса Христа. И нам не повредит. Не повредит ни одна стрела и ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешно. Мы это исповедуем, и мы так верим, и мы знаем, что есть первосвященник нашего исповедания, который сказал, будет вам, что вы скажете. И мы принимаем от Тебя эту силу слова и силу влияния на сердца наши, на сердца наших близких и наших родных и объявляем свободу. Свободу! Свободу от всех цепей, свободу от всех ограничений, свободу для Иосифа, свободу для всех Иосифов, кому надо выйти, к фараону вас зовут. Благословляем, Господь, всех Иосифов, потому что нам нужно сегодня те разумные, которые собирают хлеб и которые в годы голода могут накормить многие народы. Отец, я благословляю Россию стать такой житницей, чтобы не просто сидеть на хлебе, а накормить народы. Господь, потому что Ты сказал, так как Ты был проклятием для многих в течение многих лет, а теперь я сделаю Тебя благословением, это Ты сказал через Захарию, и мы принимаем это слово сегодня. И мы говорим, Россия, будь благословением для множества стран. Будь благословением от Господа. Будь благословением от Господа. Мы меняем эти одежды, мы меняем этот имидж. И мы говорим, стань розой расцветшей, стань также возвышением и сама восходи, восходи, как восход солнца. Восходи в свое призвание, объединяя народы, а не разоряя. Соединяя то, что было когда-то разделено, но сегодня соединяется. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Весь народ воздает Тебе славу и поклоняется Тебе наследие великого, могучего нашего Бога, потому что Ты нас родил и сотворил для себя и для Своей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Господь, 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 Господ Субтитры создавал DimaTorzok